Зимой под Новый год всем обязательно хочется слепить снеговика. И тут у каждого своя фантазия. Давайте сегодня посмотрим, каких снеговиков делают в разных странах мира. Для начала немножко истории. Кто же первый придумал лепить из снега фигуры? По европейскому преданию, снеговиков придумал в 12 веке рыцарь Джованни Бернардони, он же святой Франциск Осисский. Франциск, борясь с искушавшими его бесами, начал лепить снеговиков и называть их своими детьми и женой. Также есть версия, что первый снеговик был итальянцем. Но сегодня уже никто точно не скажет, кто первым слепил фигуру из снега и в какой стране это произошло. Однако есть упоминание, что первый снеговик родился в руках Микеланджело Буонаротти в 15 веке. Скульптор взял вместо привычного материала снег и слепил свой шедевр. Как выглядело его детище, понятное дело, история умалчивает. Данные исторических исследований утверждают, что первое письменное упоминание о снеговике зафиксировано в книге 18 века, где рассказывается о красивом снеговике невероятно больших размеров. Само слово «снеговик» изначально появилось в немецком языке, а изображение снеговика первый раз появилось в виде иллюстрации к детской книжке с песнями, которая была издана тоже в Германии. Первые снеговики выглядели как недобрые свирепые снежные монстры впечатляющих размеров. И это совершенно не случайно, так как в давние времена лютые зимы с безжалостными морозами и вьюгами доставляли людям немало хлопот. Именно тогда появились поверья, в которых снеговики представляли реальную угрозу людям. Считалось, что в полнолуние снеговиков лепить нельзя, так как это может привести к кошмарным сновидениям, ночным страхам, да и вообще неудачам. А в Норвегии было предание о том, что снеговиков нельзя разглядывать поздним вечером из окна. Также дурным знаком считалась встреча со снеговиком ночью. Только в 19 веке снеговики стали более добрыми и незаменимыми атрибутами Нового года и Рождества. Снеговик появился на поздравительных открытках, где он мило улыбался и был окружен толпой веселой ребятни. С каждым годом популярность снежного человека становилась все больше. Интересно, что у европейских народов снеговик существо только мужского пола. Снежные бабы и снегурочки у них отсутствуют, только на Руси лепили снежную бабу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...